друзья привет и стима стоит на станции зарядки электрокаров вот но она у нас не электрическая это просто юмор это пистолетик для зарядки электрокаров Nissan Leaf такие вот штуки были в Японии последний раз были на заводе Toyota и там большой билборд когда входишь на завод написано то что в 2035 году с завода Toyota не будет выпущен ни один больше бензиновый мотор в общем у них такая цель полностью на территории Японии будут выпускаться от Toyota только электрокары вот и стима у нас бензиновая ничего не поменялось у них за сколько с 2006 года они идут 2АЗ плюс гибридная установка 150 лошадиных сил полный привод через электромотор который крутит заднюю ось вот в общем это популярные моторы на которых также камрики идут американские с гибридом это идет волфайр альфар 20 кузове и стимы и даже Toyota 7 у меня была эта машина я владел ею полтора года в общем этот мотор идет на таких как бы почти топовых машинах у Toyota вот требует обслуживания мотор уже не выпускается уже не ставится в автомобиле современный который выходит с конвейера вот и как бы к нему есть вопросы но он староватый он раньше ел масло своих первых версиях вот и люди которые ни разу не пробовали такие машины на базе мотора 2АЗ беспокоятся а что ну как бы мотор старый как бы уже давно не было у него технического рестайлинга и вообще стоит ли его покупать как его обслуживать сколько это все стоит дело вот в этом видео разберемся сделаем полное того погнали алексей привет привет привез наконец-таки 2АЗ это его так долго ждал в общем были и сай были и альфарды но я хотел более народную машину и все техническую эту связку 2АЗ плюс гибрид знают нам вот этих машин это прямо такой народный минивэн который там с девяностого года эмина люсида да были дизеля даже в общем интересная машина вот в народе ее любят вот и до появления альфардов это была наверное одна из самых популярных машин но в формате минивэн вот очень много запросов по ней вот привез и хочу чтобы ты сказал вообще какие с ними проблемы сколько стоит . у нее 152 тысячи пробег живая она не живая вот в общем все что знаешь чтобы мы рассказали людям про эту техническую базу диагностику уже сделано сейчас сделаем стандартное то по двигателю в процессе уже расскажем все подробности поменяем жидкости там расскажу по ходовке по батарейке могу в двух словах сразу сказать что на данном экземпляре 150 пробег батарейка живая ага где она там находится я думаю мы дальше уже обговорим покажем не очевидном месте да да то есть во многих машинах что она сзади здесь она в центральной консоли здесь по одному ящику мы наблюдаем 01 разницу этом это очень мало да это вообще немного одна десятая да по-другому чуть меньше 0 2 в принципе для пробега 150 вполне батарейка еще походит алексей скажи эти машины вообще часто приезжают ну достаточно именно с проблемами но на то что понятно а вот именно с проблемами какими-то так инверторе минус 42 бывают иногда проблемы его по батарее как я уже сказал принципе ага батарейки ремонтопригодные там не обязательно менять ее целиком есть там варианты замены модулей которые выходят из строя по ходовой части там бывает естественно как бы надо понимать что вот у этих автомобилей уже очень давно выпускаю сам многие по россии давно ездят и 30 здесь еще лучше минус 45 оба это наверно самый такой морозостойкий из всех машин который был что-то концентрат и есть а чуть-чуть нижний уровень мы добавим его и стима топовая и жидкости у нее как мы видим тоже топовая знаешь меня больше интересуют проблемы по мотору потому что данная вот только когда мы начали изучать эту машину я узнал что с 2006 года идет az 105 киловатт планетарные я трансмиссия вот это 2006 год а у меня сайт 14 года с такой же технической базы был смотри поза эту в принципе одно могу сказать надо следить иногда масло жором они страдают ну вот раньше да первые азеты который по 2001 году по моему мотор это появился и у них что-то то ли что-то уходила куда-то головкой ну там какая-то проблема была на гиркарьер то есть на этих моторах были на них грибы надо смотреть проект 150 не критичный не исключено что здесь порядки на первое время всегда рекомендуем следить за уровнем смотреть мотор без игр а в принципе не сложный а без игр а нет таких там проблем на почему он без игр а вот если в моторы давай еще раз напомним есть мотор с игр ам который кулибины отключают говорят он не нужен там и тогда вот они стали японцы здесь наворачивать хотя они допустим тот же nz они ставили там на двадцатку спага на филдер они поставили по игр сделали модификацию ну посчитали почему то что на этом не нужен причем и стима приезжала восемнадцатого года на ней до сих пор стоит они не стали выставить аэргах 30 ну не знаю загадка конструкторов задумка как ты считаешь без игр это техническая связка эффективнее либо наоборот это не современные что-то те прям сказать видимо класс экологически у этого мотора не настолько высокий как допустим вот нас на свежих ага основная эта задумка это экология возможно ну и как бы моральная дату с 2006 года идет эта связка и все знать по правде мотор прям старым он уже морально устарел но почему-то японцы не хотят отказывать почему все где десятый месяц 2019 года последние стима сай ушли в альфардах нету и стима ушла в октябре 19 года все стреку промежуток времени не ставили один мотор как бы для них не свойственно обычно как-то побыстрее мы докатывать еще будем еще там ни одно десятилетие стима 19-го года завозиться только через три года начнет да вот эти проходные красотки алексей что-то ты принес я принес элементы чтобы наглядно показать да то есть это общепринятые приус овский когда большинство тойота на них катаются десятая стиме тоже вот на подобных собрана батарея ага здесь они сделали как здесь два ящика два яруса плюс один над одним стоит вот эти вот элементы которые в рэксах используются вот такие используются волос а здесь они скомпоновали батарейка двухъярус на одном такие в другом как правило умирают чаще вот эти секции но вот если мы приусы ски поставим элементом видим он два раза больше даже вот по количеству бога виден 6 12 ага у нас уже есть на работа на технологии мы при ремонте один вот такой длинный элемент можем заменить на два чуть-чуть дорабатываем порою то есть по своим характеристикам получается модуль абсолютно такой мысли к так переделок ашина корпус но все работает в стиме получается вот один ящик вот такой один вот из таких 9 вот таких и 12 ага а почему так сделано ну как тебя нужно что это из-за форм-фактора чтобы уместить ее в центральную концовку вольфарде чтобы убрать из багажника то что это понимаем подряд сидение это место нужно было что ага вот отопились вот они сделали так ну и чтобы в емкости не терять и не потому что ага и здоровые элементы а если допустим умирает ящик вот с этими вот с этими что делать я так скажу из опыта да мы очень много собрали ящиков априуса этих элементов вместо длинных с коротким иногда бывают нюансы ну как правило там обходится частичной замены несколько моментов такого чтобы весь ящик провалился как длинный не припомню а что делать вот допустим вот умирает какой-то либо этот либо этот менять всю батарею либо можно ее как-то раскрутить и ну допустим поменять я у вас а ящик отдельно нижний верхний уровень а можно по отдельности чуни ну и шина до соединительных а вот мы когда на вот таких элементов привыкли до к тому что часто там окисляется ага служивание когда требует здесь чуть-чуть контакты используются другие ну и вот по наблюдениям скажем гораздо реже там же вообще можно сказать практически не бывает такого что вот они зеленеют окисляются как на привыкли то есть другой сплав какой-то использую можно так сказать допустим на и рык сажаем вот с такими элементами нет проблем с жены вот такой логальный на как на приусам что периодически обслуживали по ходовой части стима типичный матверсин спереди стоит стабилизатор рейка или нет отличается ждать альфа конструктив не отличается то что там грейка полностью подойдет своим все вряд ли по одинаково такой же саленбок поперечного задняя абсолютно ничего нового все изучено достаточно надежная система мы бывают и ремонтопригодный обязательно сразу менять по задней части а вот это что такое это теплоотменник печку заслоночка как на приусе 30 подходят антифризные шланги сюда и печка чтобы по задней части балка амортизатор пружина ну вот саленблоки иногда приходится меня здесь они чуть-чуть надорваны бы как практика показывает таким по репанам может еще несколько лет проездить без проблем бывает иногда проблема вот эта передняя подушка редуктора но тоже надо перепрессовывать данном случае а в остальном электро редуктор сзади дат на тойота с к4 есть какие-то проблему от кроме резина но то таких прям поголовных что вот на каждой ну такого нет это бывает иногда встречается подушечка редуктор редуктор может умереть в теории не помню ни одного случая что мы его меня в общем тойота надежно просто и недорого мы уже не раз говорили что планетарка надежнейший агрегат вот напомни сколько километров у нас чеки по до позами мендуем 40 тысяч момент в данном случае масло уже начало темнеть но еще и остаться хранила свой красный цвет ага что мы примерно как раз гадали с интервалом на приусе 30 я вообще его не грел и ездил и вообще ничего я в зиму то есть я вот садился заводил холодный без сигнализации был мне потом рассказывать страшные истории что там вариаторы могут мол на холодную саму чтобы был какой-нибудь nissan жук и бы так делал то бы скорее всего столкнулся да блин реально надежные просто агрегат там даже нету там же лампочки нету холодное масло вот мы сейчас боремся со стереотипом гибрид это геморно и сложно ну вроде боремся удачно люди верят алексей скажи что мы заливаем в планетарку и в редуктор планетарку стандартно в тойоте что приус 30 что есть тима что краун харьеры гибридный все одно и то же то же самое льется в задний редуктор здесь редуктор электро в принципе практически во всех тойотах лексусах там rx и где там они чувствуют и стима и парды льется исключение краун там кардан там обычный редуктор туда джель 5 там всеми с пяткой или восьмидесяткой получается батарея у нас находится вот здесь под вот этой центральной консолью здесь вот видно бардачок открываешь вот все он не глубокий потому что там батарея чека оранжевая размыкатель она вот этим пластиком находится пластик сдергивается чека вытаскивается давай напомню зачем нам чека если вы дорожаешь вот у во первых это премотный работа размыкатель высоковольтной цепи если ты какие-то сварочные работы с машиной планируешь делать снимаешь клемму с 12 вольтового лучше чеку вытащить если надолго уезжаешь оставляешь машину чтобы саморазряд был минимальный тоже выключаешь да я понял батарейку вытащил чеку так мы проговорили то что контакты не требуют обслуживания зачем нам ее стоит вообще разбирать то есть каких случаях замена ящиков не заменой только когда ремонт какой-то предстоит были случаи там два вентилятора стоит который тоже как практика показывает там сами по себе пылью не сбиваются но у нас был как-то вентилятор вышел из строя ну тогда его замен приходилось разбирать ну естественно если вентилятор выходит в строй перегрев ошибка ты сразу сканер испытываешь что вентилятор неисправен и уже только тогда лезешь в повседневном обслуживании лазить туда каждый день смысла никакого смысла нет ну да классно они как будто они знают из чего делают контакты да на приусе требуют обслуживания я не исключаю что может быть они там учли какие-то недоработки с годами что-то изменили может это от типа элементов зависит все равно элементами хоть состав тот же но компоновка размер так в общем те люди которые думают что они купили гибридную стимулы что им надо там нырять в батарейку такого не нужно ты просто ездишь и не думаешь естественно как и на любом гибриде рекомендации если вы видите там не очень много на пару раз вот заезжайте на компьютерную диагностику проверяйте машину это будет друг отклонения но уже сразу заняться еще давай скажем это вот на rx у меня друг так попал у него один элементом что-то плохо себя чувствовал он короче не занимался им надо было его поменять если один элемент просаживается плохой он потом потянет за собой другие конечно постоянно ездишь сбрасываешь ошибку ездишь на конченных элементах то они соответственно который по бокам там стоят хорошие они тоже за собой тянем разбалансировка если уже пошла там вылезла ошибка лучше конечно решать можно элементы заменить ну чаще всего если вовремя эти заняться да а если ты ездишь там докатываешь потом ты просто целиком меняешь батарею я по в общем вот диагностика для этого нужно вовремя понять момент когда то есть нужно вмешиваться алексей какие цифры все сегодняшнее обслуживание обошлось 16 с половиной тысяч рублей полный комплекс по обслуживанию двигателя и замена всех необходимых тех жидкостей и фильтров то есть грубо говоря это масло в моторе масло в а кпп в планетарном редукторе заднем да такие основные моменты фильтра но опять же мы здесь используем хорошие японские дорогие фильтра можно потом при желании под экономизм ставить корею я понял плохую но надо правило половине шоури но в принципе но сумма такая же как и на какие-то более бюджетная гибридная машина больше полутора миллионов стоит да то есть для топового минивена пусть и на как бы типа устаревших агрегатах как бы их так кавычках назовем но это нормальные цифры я считаю что да в общем а тойота как всегда в общем все в какие-то адекватные деньги даже на вот такой вот связки в объеме стоит 2 и 4 плюс гибридная установка на 105 киловатт друзья ну что в общем то ошку сделали не так дорого как казалось в принципе все просто вот данное то также отвечает на вопросы как обслуживать альфард вэлфаер ну и в принципе сай еще ну и соответственно все стимы вот в общем мне было интересно особенно про батарейный блок то что он состоит из двух частей его то что можно их заменять покупать контрактные вот в общем тойота как всегда все просто все надежно вот и не зря эти машины пользуются популярностью именно гибридная версия то есть я вам как продавец автомобилей скажу так то что обычные бензиновые версии на два за эти 170 лошадей они вообще никому не интересно все хотят купить именно гибридную версию даже конструктора покупают гибридами потому что хотят заменить свои какие-то уставшие стимы там именно конструктором с пробегом там сотня именно гибридные стимы вот друзья в общем напишите внизу владели вы а за этом возможно это была камри 40 таковая да еще с первыми версиями азета может быть это был клюгер харьер там может быть у вас какие-то более современные автомобили в общем давайте пообщаемся имели ли дело вы с азетом я сам бывший владелец азетов в тойота сайт вот в общем расскажите какой был расход массажер был не был может быть покупали был со скрученным пробегом может быть какой-то очень вариантом очень дешевый но в плохом состоянии какие были проблемы в общем будет интересно пообщаться друзья в общем жду снизу комментариях с вас лайк подписка пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля